Один называется «Продокс населения», другой называется «Продокс Воложья». «Продокс населения» состоит в том, что у нас население одного штата растет быстрее, чем население другого, но при этом именно этот другой получает бонукринность. То есть болитое растет сильнее. Бонукринность, 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 бонукринность. Но при этом можно сказать «АМ живетело» – представительство растет. М. Давайте тоже придумаем пример, за счет чего это может происходить. Значит, давайте сначала потенциально поймем, ну, за счет того, что где-то в дробной части было по-другому устроено. Тут, значит, в принципе, может быть так, да, значит, может быть так, что как бы за счет того, что штатов много, всякие другие штаты тоже могли как-то расти или уменьшаться. И, соответственно, от того, что где-то у других штатов получились какие-то другие дробные части, могло получиться что-то поменялось и вот эти. В принципе, может быть вообще так, что у двух штатов население вообще не изменялось, и вообще там у одного штата население не менялось, и даже вот эта доля не менялась. Но от того, что перераспределился у других, получилось, соответственно, что предстоятельство изменилось. Ну и в таком виде самый простой пример вот таким. Значит, у нас, например, вот так. Было 3, 4, 3, 3, 3, 3. Значит, это сначала, до изменения. А после изменения получилось 3, 4, 3, 5, 3, 1. И тогда получается, что здесь было 4, 100, 13, 3, 2, 3. И тогда что же получается? Ну вот это штат, у меня, представитель, у нас все нормально. Но вот из этих двух, получается, что вот у этого не изменялось представительство, а у этого не изменялось население, а у этого снизилось. Но с представительством получилось наоборот. Один мандат получил, потерял вот этот, который не менялся, а тот, который снизился, иначе потерял. Но вот это и есть парадокс, что монотонное соотношение между штатами. Ну и опять же, после какой-то переписи, особенно это с маленькими штатами, такое, что вот мы тут выросли на 60%, потеряя предстоительство. А вот мы вышли на 70%, а он чуть не потерял. Да, примерно такая была ситуация.